Дмитрий Вороновлин Дмитрий Вороновлин Дмитрий Вороновлин Дмитрий Вороновлин Дмитрий Вороновлин Дебёвская спортсменка Тоже выиграла свой забег Откровенно о сокровенном Серебряный призер чемпионата мира В ходьбе на 20 километров Сергей Широбоков Вновь намерен подняться На вершину спортивного Олимпа Теперь его цель Олимпийские игры 2020 года в Токио Сергей уверен, мечты сбываются Только для него это уже не мечта, а действительность Спокоен и невозмутим, он знает свое дело, знает, чего хочет, а главное, видит перспективу в свое, в спорте Потенциал есть и желание тренироваться и выступать на самом высоком уровне Сергею Шрабокову всего 18, а он уже чемпион Европы и призер мирового первенства У меня появилась цель, то есть выиграть, ну или хотя бы попасть в призы на Олимпийских играх Через тернии к звездам, иначе не скажешь про Сергея Говорит, были на его пути и недоброжелатели, которые не верили в него Свою роль сыграла и дисквалификация Всероссийской Федерации в легкой атлетике Тренировался упорно, ну и конечно же были нервные срывы и много что было Но потом я успокаивался, потому что думал про себя, нет, так не пойдет Нужно себя подготовить хорошо и выступить достойно на международной арене Чтобы доказать, что можно сказать, что мы сильнейшие остались так же В Лондоне россияне завоевали шесть наград Одна из них серебряная на счету Сергея Радоваться этому результату на финише мешало только одно Я вот финишировал, все вот в бразильском без флага Я такой стою, блин, я даже не знаю, что делать, потому что без флага это совсем не то же За любую вещь российского триколора в Лондоне наших спортсменов могли дисквалифицировать Но назло всем доказали, что даже в статусе нейтральном они сильнейшие в мире Мой совет, никогда не нужно сдаваться, поставь перед собой цель, иди к цели А все остальное, что говорят люди, которые ты не сможешь их просто услышать, сказать, я смогу и все Теперь к другим новостям Ижевская автогонщица Наталья Гольцова вошла в десятку сильнейших на шестом этапе серии кольцевых гонок На соревнованиях, которые прошли на автодроме Moscow Raceway, Наталье удалось показать неплохой результат По итогам этого этапа она заняла восьмое место в классе национальной О хоккее в Нефтекамске прошел предсезонный турнир среди юношей 2007 года рождения Там приняли участие шесть команд, в их числе была и Ижевская Ижсталь Подопечные Константина Абрамова одержали четыре победы, потерпели одно поражение И в итоге стали серебряными призерами соревнований Вся эта неделя в Ижевске проходит под девизом «Неделя спорта» Мероприятия для самых активных проходят в каждом районе города Наша съемочная группа побывала на празднике в Октябрьском районе Видеоотчет смотрим прямо сейчас Парк имени Кирова уже в который раз превратился в одну большую территорию Для множества презентационных площадок Каждый отдыхающий, что называется, с порога погружался в мир спорта В первую очередь мы хотим презентовать те виды спорта, которые культивируются в районах То есть у нас сейчас работает пять площадок, пять районов Мы показываем для жителей, для родителей, какие виды спорта есть Куда можно записать детей в первую очередь Чтобы люди знали, что такие есть у нас спортивные школы, где можно заниматься спортом Попались на спортивную пиар-удочку в этот день многие Девочка Женя, например, уже попробовала себя в нескольких видах Сейчас стоит в очереди, чтобы поиграть в гардс Играла я четыре года Дома, наверное, да? А сейчас решила здесь попробовать, да? Угу Хорошо Как думаешь, получится? Да Чем тебе нравится этот вид спорта? Ну, прик... Ну, когда кидаю, бросаюсь, бротики интересные Вот чуть вперед, вперед Делай немножко Вот так, вот, давай Давай Давай, давай, давай В яблочко попасть нашей героине не удалось Зато, кто знает Может, уже с нового учебного года Женя пополнит ряды занимающихся дартс А это разминаются боксеры По чутким руководствам наставников Кто заинтересовался, тренеры приглашают на занятия Это контактный вид спорта Тренироваться дети могут с 10 лет начать По-моему, в любой школе нашего города Что воспитывает? Уверенность в себе Благодаря этому празднику, надеются, организаторы в спортивных школах В этом году народу поприбавится И последнее В Соль и Лецке на всероссийском турнире по боксу класса Б Отличились спортсмены Удмуртии Серебро завоевал Данил Миронов Бронзу Александр Карепанов и Кирилл Чубатый Всего в средованиях участвовали боксеры Из 10 российских регионов и гости из Казахстана Это все новости спорта на сегодня Болеть только на спортивных аренах До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин